И вопросы, которые принесли нам на прямой эфир под личную роспись. Вопросы составлены собственноручно. Вопросы примару Бельц Василию Панчукову от Славы Перунова для прямого эфира 28 мая. Мы заговорили о прессе, о пишущей газете. Следующий вопрос. Первый. На экстренной сессии Муниципального совета 8 апреля вы заявили, что какие-то зломышленники 7 апреля пытались поджечь Бельцкую примарию. Согласно данным полиции, эти сведения и зачем нужно было это нагнетание и так взрывоопасной обстановки. Вопросов всего 4 или 5 даже. Вот это первый вопрос, если можно. Не хотелось бы поговорить сегодня о политике, но тем не менее, пожалуйста. Во-первых, я говорил это на заседании совета, а не на публичном выступлении, который, кстати, митинг был перед этим. Я считаю, что советники должны знать истинное положение дел. И никто не нагнетал обстановку, а наоборот, доводилось истинное положение дел, которое было в этот момент. В этом году коллективу газеты СП в очередной раз было отказано в праве участвовать в параде в день города 22 мая, объяснив это тем, что мы с заявкой не уложились в отведенные сроки. Скажите, где можно ознакомиться с регламентом проведения этого праздника, в котором были бы указаны сроки подачи заявок, его форма, список требований, которые нужно выполнить? Список требований и сроки установки за подачу заявки были, но и озвучены на совещании руководителей предприятий, организаций и учреждений за две, по-моему, или три недели до этого. В четверг, на дне руководителя? Да, на дне, который мы специально провели. И один из главных вопросов, это была манифестация в день города, где было четко, ясно всех попросили. Мы даже не можем обязать попросили, и я еще раз обращал внимание на то, что это не должно быть какое-то формальное прохождение. Обращался с просьбой, чтобы это было театрализованное, с выдумкой, какие-то такие веселые мероприятия, которые бы, с одной стороны, были бы рекламой для того или иного предприятия, в частности, банки, какие-то другие коммерческие структуры, а с другой стороны, это не должно превращаться в какой-то формальность. И, к счастью, большинство коллективов откликнулись сразу. Господин Перунов буквально за сутки до этого момента устно позвонил вначале УСАТОМ, а потом была письменная заявка. Естественно, за сутки мы ничего делать не будем принимать. Во-первых, формируется текстовая часть, формируется очередность прохождения по тематике и так далее. То есть сам нарушил сроки, а потом кто-то еще виноват. Мы сегодня, если уже идет речь о следующем году, будем надеяться, что мы не отменим эти, пожалуйста, господин Перунов и коллектив, пусть сегодняшний день делают заявку, готовятся, мы их поставим в прохождении. Вообще, вы знаете, сама постановка вопроса меня как-то даже немного обижает, потому что получается, что мы обратились к коллективам, они проспали это дело, а потом еще кто-то виноват, что их не пустили. Ну а почему другие успели? Вопрос есть вопрос, Василий Тарасович. Нет вопроса. Во время выборов этого года вы баллотировались в парламент страны по спискам партии коммунистов. Баллотировались вы и в 2005-м. Тогда вы выбрали пост примара. Судя по тому, что вы были 71-м в списке, такое намерение у вас было и в этом году. Насколько этичным вы считаете такие поступки, когда вы собираете голоса для партии, в которой даже не состоите, используя свою популярность среди бельчан и административный ресурс, а потом фактически обманываете избирателей, отдавших за вас голоса? Василий Тарасович. Вы знаете, как правильно выразиться, так чтобы быть тактичным. Я считаю, что наоборот, мой поступок, он корректен и открыт. И если говорить о моем участии в этих списках, то я уже не раз объяснял. Это подчеркивает, что я в той команде, которая сегодня сформирована партией коммунистов. И мое участие в этом как раз является моим... Я разделяю все те действия и все то, что сегодня было провозглашено как программа действий, действующей партии, идя на выборы в парламент. А то, что я остаюсь в городе, это лишний раз подтверждает, что я верен тем обещаниям, которые давал, идя на выборы как примар. Я думаю, что это более честная политика, чем если бы я пошел быстренько и сел в кресло парламентария. То есть, ну, вообще, я не знаю, может, бельчане тоже так считают, как господин Перунов. Но мне кажется, что я поступаю честно, а участие в выборах, наверное, не только я, будучи в списках, но и много бельчан, которые проголосовали 50 с лишним процентов, это тоже участники этого процесса и поддержки. Я своим участием поддерживаю ту политику, которая сегодня проводится в партии коммунистов. Бельское телевидение, в эфире которого вы сейчас находитесь, учреждено согласно документам муниципальным советам. Доступ к нему при этом имеют исключительно руководители премырии и представители руководящей и направляющей партии. Иногда предоставляется слово и независимому советнику Сергею Струлю, как руководителю комиссии совета. Почему вы и поддерживающая вас мажоритарная фракция противится появлению представителей оппозиции на БТВ? Чего вы боитесь и почему учредителям телевидения путь туда заказан? Список вопросов составлен собственноручно в двух экземплярах 28 мая, в чем и расписываюсь. Слава Перунов. Значит, мы уже не раз говорили с вами о том, что подобные эфиры, они проводятся с целью ответить, дать возможность бельчанам отвечать на те вопросы, которые касаются деятельности городского хозяйства. И если взять перечень вопросов, с которыми обращаются бельчане, здесь нет ни одного вопроса, связанного с политикой. Более того, мы принципиально здесь не выносим политический вопрос. И поэтому здесь я считаю, что этот эфир, это дополнительная возможность бельчанам решить какие-то свои вопросы, то ли дома, то ли семьи, то ли отдельной улицы и так далее. Это считайте, что есть личный прием, есть личные прямые телефоны и в том числе прямой эфир. Как у исполнительной власти. Как у исполнительной власти, которая обязана отчитываться, принимать вопросы, принимать проблемы бельчан, а не заниматься политиканством на глазах у всех бельчан. Вот если бы те, кто претендует, приходили и сказали, почему там дорога разбита, когда она будет сделана, почему там, так сказать, лифт не работает, и многие другие вопросы, на которые мы отвечаем. Пожалуйста, только берите на себя и возможность решать эти вопросы. Если вы заметили, уважаемые бельчане, и я, надеюсь, Маргарита Михайловна, вы подтвердите, за все время моих прямых эфиров ни разу я не поднимал ни один политический вопрос. Всегда мы отвечаем и говорим, что эти эфиры предназначены для того, чтобы бельчане могли с первых уст и задать вопрос, и услышать ответ, или принять, или мы имеем возможность принять вопросы бельчан к решению. Вот с этой целью, я думаю, что здесь как раз должна быть исполнительная власть и представители тех служб, которые выполняют эту работу. Потому что, в конечном итоге, я думаю, даже если здесь будет советник, и ему задут вопрос, почему дорога не проградирована, советник напишет примару запрос, что уважаемые примарные, неуважаемые, прошу разобраться. Вот мне дали, вот как сегодня бывает же на приемах у советников, и отдельные советники пишут примару запросы, что вот ко мне обратился такой-то бельчанин, прошу принять меры, разобраться. Так не лучше ли напрямую задать примару или вице-примару этот вопрос и решить ту или иную проблему. Поэтому здесь господин Перунов, так сказать, немножко лукавит по части вот этих всех вопросов. Еще раз повторяю, по моему глубокому убеждению, прямые эфиры для того, чтобы бельчане могли получить ответ на свои вопросы жизнедеятельности, городского хозяйства, а не какие-либо другие. Если нужно устраивать политические дебаты, для этого тоже есть свое время. Для этого организуем совершенно другие прямые эфиры.